РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте! С Вами епископ Переславский иуглический феоктист. Сегодня Православная Церковь за Божественной Литургией в своих храмах прочитывает отрывок из Второго Соборного Послания Святого Апостола Петра, который состоит из стихов с 1 по 10 первой главы. Симон Петр, раб и посланник Иисуса Христов. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир Вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы Вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то Вы, прилагая к сему все старания, покажите в вере Вашей добродетель, в добродетеле рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в Вас есть и умножается, то Вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым Ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Слепотворящие неимоти согрешите никогда же. В сегодняшнем отрывке Второго Соборного Послания Апостола Петра показан путь познания Господа нашего Иисуса Христа. Когда в Священном Писании мы читаем о познании кого-либо, то нам стоит помнить, что библейское слово «познание» не равно нашему современному слову с аналогичным звучанием. Для нас познание – это, как правило, конечный результат определенной интеллектуальной работы. Тогда как на языке Библии познание связано не столько с разумом, сколько с опытом. То есть познание Господа нашего Иисуса Христа – это не узнавание суммы информации о Нем. Это соприкосновение и общение с Ним. Такое соприкосновение и такое общение, которое невозможно в полной мере выразить словами. Точно так же, как и опыт общения с близким человеком, нельзя полностью облечь слова. В этом опыте всегда будет нечто такое, что превосходит нашу способность рассказывать и показывать. Библейское познание Господа нашего Иисуса Христа уводит человека из области интеллекта в область практики. Тот, кто таким образом познал Христа, не нуждается в каких-либо словах, а те, кто общается с Ним, не нуждаются в Его словах о Христе для того, чтобы обрести веру. Такой человек сам по себе – проповедь и свидетельство истинности Евангелия. Апостол Петр был воплощенным свидетельством Христа воскресшего. И к тому же он призывал своих адресатов. Но, конечно, он не ограничивался одним лишь призывом. Он давал четкую последовательность действий, которая позволит достичь желаемого. Только что мы услышали эту последовательность. Повторим ее. Можно попытаться выразить мысль апостола несколько иначе. Для достижения плода познания Господа нашего Иисуса Христа он просит засвидетельствовать веру в Христа добродетелями, теми самыми добродетелями, которым нас призывает сам Христос. Но при этом, исполняя заповеди, необходимо иметь рассудительность, которая, в свою очередь, базируется на воздержании. Но о воздержании невозможно без терпения. Основа терпения – благочестие, которое невозможно без братолюбия. Ну а основа братолюбия – деятельная любовь, забвение себя и своих интересов. Точно так же, как и у апостола Павла, у апостола Петра основа познания Христа – любовь. Все строится на ней. И без нее невозможно достичь успеха в главной цели христианской жизни. Без нее все не имеет смысла. Без нее мы всегда будем топтаться на месте и не продвинемся в опытном познании Господа нашего Иисуса Христа. И, следовательно, так и не станем христианами в полном смысле этого слова. Апостольские чтения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok